Нематериальная культура, это как люди думали, во что они верили, и от этого вроде как бы ничего не остается, но можно посленно это реконструировать. Археологи это делают, как бы придумывают, как должны были думать люди, как они должны были, во что они должны были, чтобы произвести соответствующие материальные объекты, предметы. Я говорю немножко о другом методе, я говорю в первую очередь о использовании языка, языка и символики, то есть тексты, причем есть прямое прочтение текстов, и об этом говорит историка, методика истории, которая изучает литературные памятники, а есть другое, потому что в любом тексте, есть как бы слои, то, что скрыто под этим текстом, и вот эту область, я о ней как раз и рассказываю. Это очень мощные оказались методики, мы понимаем, что вся наука основана на том, что она создает новые методы. Вот я посмотрел за 6 лет, какие собственно методы я использую, оказалось это в основном 5 методов, которые я постепенно развивал. В двух словах я о них скажу, чуть подробнее об одном методе только сегодня расскажу, о смыслословии, а именно просто дам практику распаковки слов, чтобы вы на ее примере увидели, как этот метод работает, то есть я о небольшом кусочке сегодня расскажу, поскольку планировали начаться, а сейчас у вас там все на основном достается. Значит, метод смыслословия, это прочтение смысла слов на старинных прокорнях, просто был единый про язык, Евразии в основном, да, который, так сказать, из которого развился целый ряд языков индоевратецких, в первую очередь, некоторых других языковых двух. Поэтому если есть общие прокорни, у них есть смыслы, мне удалось создать периодическую систему смысловых элементов, этого единого про языка, значит, можно исправлять мутации, слова естественно искажаются, все мутируют, изменяются, по определенной закономерности, значит, можно шаг за шагом исправлять эти мутации, корректировать и читать подлинные смыслы слов. Значит, вот суть этой методики. Ну, как у всегда, у любого явления есть две стороны, значит, кто-то создавал слова по определенной методике, звали этих людей дар-рунга, дар-рунга, давящий рунам путь. То есть те, кто какие-то мудрые мысли, наблюдения, закономерности природные, да, упаковывал в мудрые фразы, а потом эти фразы присылывали в определенное слово, термин, понять, да, которое дальше в языке распространялось. Это одна сторона медали, создание новых слов, да, и, соответственно, создание единой системы терминов и понятий. А вторая сторона медали, значит, это люди шифровали, да, по сути. А вторая сторона медали – дешифрирование. Ну, понятно, что если вы знаете таблицу шифровальную, то вы можете как кодировать, так и декодировать. Поэтому, в принципе, это просто две стороны одной и той же методики. Ну, навыки декодирования и навыки декодирования несколько отличаются. Начинаем мы с распаковки смысла слов. Потому что создавать новые слова гораздо сложнее, да, это как-то следующий уровень. И второй метод, собственно, это символика. Начиная с символики вот этих буквосочетаний, да, А потом выяснилось, что вообще символика этих буквосочетаний дарил целый ряд графических символов. И они все вот встречаются на стенах там храмов, символики архитектуры, скульптуры, картин, определенные предметы что-то символизируют, цвета, цветовые сочетания что-то символизируют, да. Значит, символизируют что-то, язык цветов и так далее. И выясняется, что есть очень много символических языков. Но в основном они все выросли из единой системы ценностей и понятий, вот этой языческой и ведической культуры, которая лежала в основе всего этого. Поэтому мы начинаем с символов, которые обозначают эти иконы, которые в дальнейшем превратились в заветы, заповеди. И дальше я могу продемонстрировать, как десятки символов выросли из вот этих смысловых карт. Третья методика чтения, да, нематериальных аспектов, это когда мы просто учимся видеть суть вещей. И лучше всего это делать там, где много культурных, где есть культурное поле. Ну, например, это вот различные парки. Что такое парк? Слово парк читается в память родовых конов. То есть парк, парк изначально это языческое слово, да. И, соответственно, там накоплен ряд нематериальных объектов. Парки организованы по определенным причинам. Фонтаны, дорожки, символика деревьев, символика аллей, символика лестниц. Это все набор символов, которые отражают определенные религиозные и культурологические представления. Поэтому чаще всего я использую такие серьезные, хорошие парки, сделанные по правилам, да, жестким. Дальше мы можем видеть, каким образом эти правила видоизменялись за века. Что-то дошло до нас в архитектонике, в ландшафтных аспектах парков, скульптурах, фонтанах, бросатке деревьев и так далее. А из языческой культуры что-то из более поздних слоев. Вот эти слои мы можем реконструировать. И очень часто выясняется, что это позволяет выяснить подлинную историю мест, что здесь на самом деле было. И я вот эту вот серию экскурсий я назвал путешествия во времени. И вот у меня есть хорошо проработанные такие путешествия во времени в основных наших парках. В Пушкине это Александровский, в Павловске это Маренталь в первую очередь, и сам Павловский парк, Летний сад, Гатчина, эльфийские какие-то называют холмы, холмы колтужские, еще несколько таких экскурсий. Значит, в чем там суть? Мы начинаем видеть то, что здесь на самом деле было. То есть это такое прооткновение в глубину веков. А язык является лишь одним из инструментов, но мы начинаем с чтения смысла названий деревьев, например. Почему в парках деревья определенного типа? Дальше, как на самом деле называются те или иные архитектурные элементы, что это означает? Что означает колонн, что означает портик, что означает алфилада, что означает павильон, откуда эти слова? Да, они читаются. Павильон память великого Леона, и Леона, память Трои. Кто сделал первый павильон Эней, который, так сказать, переселился из поверженной Трои? А почему великий Леон, великий Лев, и Леон? Потому что это была символика Египта. Ну и это грани, можно реконструировать дальше какие-то слои исторические. Ну вот, огромный пласт истории, культуры, искусства мы восстанавливаем. И тогда мы совершенно по-другому видим эту территорию. Мы начинаем объемно в пространстве временных, в других слоях существовать. А следующая методика, значит, это чтение старинных текстов. Дело в том, как я уже говорил на прошлом нашем семинаре, что определенные слова являются кодами доступа, к подлинному смыслу текста. И чаще всего это имена собственные, которые писались с большой буквы. Поэтому во многих текстах есть упоминание каких-то имен, заглавные буквы, названий городов, названий стран. И очень часто это, на самом деле, это коды. Не существует такая страна, не существует такого имени, как имени. Это прозвание, обозначающее какое-то свойство, какую-то особенность. И когда мы начинаем те же тексты священные, в Библии, Махамхараты, Большой и Малой Эдды, исландские, скандинавские саги, сага Небилунга, Вольфбритак, английские, читать. То есть какие-то фундаментальные базовые вещи. Выясняется, что там, под этим поверхностным слоем, есть подлинное описание истории тысячелетней. То есть там есть какие-то скрытые знания. И фантастическое совершенно впечатление, когда ты начинаешь читать то, что там на самом деле написано, когда ты воспользуешься этими кодами доступа. Один пример приведу, библейский. Мефусалил, все знают такой персонаж, известен тем, что прожил там сколько? 869 лет, да, по-моему. Когда начинаешь распаковывать смысл имени, пишем на старославянском МТСВЛ, без гласных, как известно писали. И, в общем, достаточно видно, что это Матфей Савелович. Матфей Савелович или Матфей Савельич? И дальше можно в следующей своей распаковке, кто такой Матфей и кто такой Савельич. Матфей Мары тайны ведает, то есть это жрец храма Мары. А Савелий, СВЛ, сила ведает лады. И проверочное слово Сивилла есть такая, да, та же сила ведает лады. То есть Сивилла, мы знаем, что по греческой культуре, это греческая, якобы, культура, да, это прорицательница в храме. А в каком храме? Объясняется, что в храме-то лады, в храме славянская бобиня лады, значит, в Греции это славянские корни греческой культуры, да. Вот, и вот Матфей Аблович, да, то есть вполне себе иудейский вроде бы бина, выясняется, что там читают что-то они на старославянском языке все. И это совершенно другое представление о том, что происходило. Там были храмы Лады, храмы Мары, ну и так далее, да. Вот, ну и вот один из таких примеров, который просто меняет целиком представление о целых, так сказать, слоях там культуры, да. И когда таких слов десятки, то у нас просто выстраивается другое представление о реальность. Еще один пример из таких красивых, все мы знаем Иерихон, да, знаменитый. В Библии написано, что протрубили трубы, да, и Палестин великого Иерихона. Все мнения, это у Иерихона. Да, да, да. Вот, я не буду рассказывать подробно реконструировать эту историю, сейчас на это время нет. Я просто скажу, что в Египте есть такое раскопанное арсиологическое поселение Иераконополис. Ну, Полис это город по-гречески, да. Значит, он Иерихон, Иеракон. Значит, в Палестине Иерихон, а там Иеракон. И вообще можно восстановить, что это Веракона, ведает божественные или солнечные божественные иконы. То есть это города ведической культуры. И это одно и то же название. То есть это старые Иерихоны, это новые Иериконы. Подлинное название Веракон ведает божественные иконы, вполне себе на старославянском языке. Но это еще не все, у нас есть еще одна Веркона, называется она Аркона знаменитая. А где у нас Аркона? Это на острове Рюген, это север Германии, и это Балтийские славяне. Центр сакральный, то есть центр великого княжества славянского, вокруг которого было семь княжеств поменьше, и все вот это вот территории, Скандинавии, северо-восточной Германии, Дорейна, значит, все это территория Балтийских славян. Ну и следующий метод, это дедуктивно-аналитическая реконструкция. Когда мы дополняем вот эти методики, анализы священных книг, священных текстов, текстового анализа, смыслословного анализа, символического анализа, мы дополняем еще дедуктивный метод Холмса, мы его знаем. Есть такая профессия, сейчас очень активно учат, в Оксфорде. Историка инвестика – это историческое расследование. То есть детектив, который восстанавливает подлинные исторические процессы по осколкам, по обломкам, да, как археолог из обломков восстанавливает объекты материальной культуры, или как палеонтолог из отдельных косточек восстанавливает скелет динозавра. Вот, значит, здесь аналитические методы, многие из вас, наверное, видели мои книжечки, семь форм мышления классических, это применение метафизического, рационального, метафизического, динамического и системного модели мышления для анализа исторических процессов. Благодаря такому расследованию, ну, вот, да, мы знаем детективы Канан Гоэля, вот метод Шерлота Холмса, вот что-то подобное. И когда мы используем эти методы, мы открываем совершенно другой, так сказать, пласт истории. Вот когда все эти методики мы зачитаем, да, то есть с помощью смыслословия мы создаем гипотезу, дальше мы их можем перепроверить другим методом, потом третьим, да, посмотреть, что на эту тему написано, реконструировать, использовать детективные методы, да. А в итоге у нас ассортимент этих методик, дополняя один-другой, позволяет нам реконструировать эти глубинные пласты истории. И выясняется, что цивилизации были весьма продвинутые, да, что они были очень развитые, что по многим направлениям и технологиям они пережали нас сегодня, да, нас технократическая цивилизация, там шли другим путем. И оказывается, что те методы и технологии, и знания, и изобретения, которые тогда применяли, зачастую сегодня они воспринимаются как инновации, очень крутые инновации, причем достаточно простые, проверенные веками тысячелетия, да, то есть можно вытащить оттуда что-то и просто напрямую сегодня применять. Я приводил примеры, что хорошие психологические методы, да, классификации людей. У нас современные методы, которые сегодня на слуху, активно используются, выделения там 12-16 типов людей, да, по их особенностям, по пропагентации. Вот недавно рассказывали об интересном методе самотипа, да? Светлана рассказывала, да. Значит, там тоже сколько? Семь, да, по-моему. Семь, да, основные. Да, да. Основные докторы используются и 500. Вот, да, а дальше там использовали порядка 500-600 имен, которые являлись указаниями на таланты, способности, так далее. То есть жизнь заставляла, очень глубоко изучать психологию, мы можем использовать эти методы сегодня, они оказываются крайне эффективными. Ну и сейчас, сколько у нас осталось, несколько минут, да, просто поиграть, топонимик он предложил вам. Просто буду перечислять, поскольку времени мало, просто потом еще один маленький вопрос, как раз мы увидим. Значит, смотрите, просто берем там в нашу территорию, в России, как он на Европе, Ну, в общем, Ладо-Га. Ладей добрый путь. А Зла до Гага это путь, движение. А Ладья это судно, у которого на носу деревянная богиня Лада. А Дракар на носу у него дракон. Понятно, да? Тоже славянское. Дракон, дар родовых конов. То есть дракон, грифон, это хранители ведической и языческой культуры. Славянское. Следующие. Нева. Шестки новая. То есть река новая. Крепость Невеншанс. Невен. Невен, Невен. Скорее, там, нет, 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 нет. Невон завал. Важно, что Нева, если вы заберете в слова, да, по-шестки это новая. Невеншанс, Невеншанс, Невеншанс. Невский город, Невская крепость. А если Нева это новая, значит это новая крепость. Либо новая крепость, либо это новый город. Возможно Новгород? Начинаем перепроверить. Когда перепроверили десятью разными способами, нашли больше подтверждений, действительно назывался новый город. То есть господин Великий Новгород, это был союз городов, а вот тот город, который сейчас считается великим Новгородом, а это граница территорий союза городов. Там на входе было написано, добро пожаловать на земли господина Великого Новгорода, вот этой огромной территории. И он остался великим Новгородом. Хотя это был пограничный форпост на древней дороге, которая вела с Владимира через Москву, через Тверь, сюда, к новому городу на Неве. Значит, еще пример Балтика. БЛТ, просто записываем на старославянском, ну безгласно. БЛТ это блата-болота. И стопи-блат вознесся пышно-горделюк. То есть это болотистое море. Действительно там колебания постоянно опускалась, но поднималась. Сейчас Финский залив там в основном где-то полметра, метра-полтора до глубина, в большей части Финского залива. Или там остатки. Огромное количество построек дворцов там и так далее. Сейчас серьезно копают там. Та часть города, Новгорода, которая оказалась под водой. Дальше идем. Да, нет, да. Да, Швеция. Свет сияет там. Свет, я уже говорил, по-моему, свет, сила лет тайных. То есть свет знаний. Изначально на слово употреблялось как источник знаний. Свет знаний. А потом уже свет солнца. То есть слово в свое второе значение превратилось в первое. Превратилось в первое. Теперь это свет знаний. Значит, свет знаний там все, каких? Ведических, языческих, славянских. Значит, столица в Стокгольм, да? Стекольный, на самом деле. Ну, это известно. Значит, Дания. Дания они собирали. Славянская премия, которая собирала Дань на этих проливах. Ну, известны эти проливы, известны пошлины, зумские, так называемые пошлины проливы. Копенгавен. Копенхавен она на старых договорах, старых договорах, 17-е вето. Копанная гавань. То есть гавань, которая была углублена, значит, углубляли формат. Слово гавань. Га, путь, мы говорили. Путь ведом на. То есть гавань – это места на определенном пути транспортной артерии. Это каботажное плавание вокруг Западной Европы всей. Из Балтики через Неву, через… Из Ладыги через Неву, через Балтику и дальше. Значит, там Германия, Гарамана. Путь Романа. Родовой Мары, Мары Нашей. Путь Родов Мары. Значит, что там еще? Франция, Трансия. Тайна Родовая нам сияет. А более древнее название Франции – Гальния. Путь Лады ведом к нам. То есть, это все прибрежные города Франции. Это были порты на пути Лады. А в Северной Германии стояли бурки. БРГ – это берег. То есть, это крепостные укрепления береговой. Крепостца – это пристань. Это храм Лады. Рядом храма Лады там дружина, которая храняет склады. Склады, потому что склады, лады в подвалах этого храма хранили товары. Торговая площадь, на которой торговали. Ну, вот все эти бурги немецкие начались с этих факторий деревянных крепостей. Крепостка реки поставлена. То есть, это место, где река впадает в береговую плавание, где каботажное плавание соединяется с ладьями, которые по рекам спускаются. В устье реки, на берегу моря, вот встает гулка. Береговое укрепление. Это все путь Лады, оказалось. Значит, Кале. Французский город. Ну, пролив Кале. Глянь, да? По-французски. Калел, Ком, Лады. Ключ. Символ ключ. Значит, дальше у нас Британия. БРТ. Братья там были. Братья там жива. То есть, там жили чеченники. То есть, в храме Лады, вот эти крепостцы с храмом, с торговой площадью, окруженная там чистоколом, да, где жили наши братья по вере. Вот, собственно, братья, дети. Ну, и, соответственно, дружины. Тоже при этих храмах Лады, собственно, вот они защищают торговую факторию. Значит, вполне себе славян с темой. Значит, дальше у нас кто идет? Скандинавия. С коном нам дары ведома. С СК, да? Нам, Норвегия нам ведома. Значит, сила конов. Сила конов дары нам ведома. Значит, Норвегия. Вега ведать путь. Норд, северный путь они ведали. То есть, они не только по этому пути Лады плавали, но они через северную оконечность плавали в Мурманск-Архангельс, условно говоря. На Кольске-Пелел-Пулус, Кольский-Каэл-Кон-Лада. Мурманск-Мурманск. Мур-ма-на. Мудрость божественная, Мары-наши-На. Мурмане, которые доплыли до Норвегии, они стали Нурманы. Вот Нурманы. Викинги, Ге-Конга. Ведать коны нашего пути. Исполните это славян. По-славянски звучит, да? Идем в Нижнем. Португалия. Порт Гавлы. Порт Пути Лады. То есть, путь Лады, то он, по-кратце Лады, Гипарси. Вокруг всей Европы, да? Доходил до Португалии. Ну, вот, примерно, вот, да. Что у нас там дальше? Испания. Геспана. Ведать силы политики. Значит, Италия. Виталий. Имя Витала. Ветала. Ведать тайны Лады. Кстати, у нас была история нашей Виталии, которую все называли Атила. Атила, значит, с Итиля. Атила Рекс – это король Итилия. Итиль – это город на Волге. Какие? Булгархов, да. Да, в Болгарии – это Булгары. Булгарское царство на Волге. То есть, они были в Булгарии. В Булгарии они были. В Булгарии. Словно. Свойного пути. Ну, вот, такой набор примеров, да, я привел. Немножко мы начинаем понимать, что вот вся эта Западная Европа некогда была славянская. И вот так вот можно пройтись еще там, несколько сотен слов распаковать, и мы увидим границы, а вот это ведическая культура. Ну, вот примеры применения. Спасибо, я думаю, что мы потом, последующий метод, продуманно. Продолжение следует. Кажется, не вопрос. Можно вопросик? Да, конечно. Мы не кратитесь относиться с санскритом. Великолепно. Что такое санскрит? Святой, сокрытый язык. Святой тайный язык. А, кстати, слово Сократ, не знаю, да? Скрытый, сокрытый. А собирают коны, айцов, как раз каждый, забирают коны божественных тайн. То есть скрытыми, пользуются смыслами Сократ, человек языческо-этическо-этическо-труктура. Тоже самое, что скрытся. А вот таблицу дешифровки Гриневича, который раз дешифровал офицкий диск, там он дешифровал символ, не куплю совсем. Да, смотрите, те же самые про корни. Па-со-ми-по. А значит, это же можно разные способы записать. Можно записать нашими старославянскими символами. А можно записать за колючками и роботами. А в феском диске слов «по» про корень, который имеет значение основное «помнить». «По» — это «помнить». Там нарисован посох. Значит, посох — это символика, читаем, как «по». Значит, «соа» связано со смыслами «собирать», «соединяет». Там нарисован «сокол», потому что слово «сокол» начинается «соа». Значит, ну вот там «но», про поле «но», старославянский, зашифрован рисунком «моги». Значит, там просто другой способ записи тех же самых старославянских или протославянских про корни. Вот связь между иероглифами и старославянскими. Египетские иероглифы, старые, древние, которым 7-8 тысяч лет, самые старые, они точно так же, как и феский диск, им в соответствии можно провести пропорни. То есть это способ запись старославянского слогового письма, иероглифы. И, кстати, точно так же и кинтексов. Спасибо, Леонид, продолжите. То есть вы понимаете, что способ записи разный, нам представляют, что-то разный язык, а прокурни-то одни из звуковых. Поэтому китайская мама называет «ма». Ма. Спасибо, спасибо. Значит, уважаемые коллеги, я прошу наше сознание перерывать перерыв. Однозначно понимаем смысл слов. Во-первых, нас трудно обмануть, потому что все обманы строятся на искажение смысла. А во-вторых, мы можем однозначно понимать друг друга, потому что мы говорим в рамках единой системы терминов и понятий. А это позволяет, по сути, создавать научную школу и говорить на точном языке. Второе, собственно, у нас в руках инструмент проникновения в прошлое – восстановление подлинной истории. Как только мы это начинаем делать, оказывается, у нас очень сложно обмануть. И в целом эти исторические мифы и легенды, записанные победителем, которые умоляются влияние одних культур, поднимают на щит, другие, обрезают знания, искажают, переворачивают, дискредитируют одних исторических деятелей, поднимают на щит других. То есть, когда история заменяется легендами мифа и победителя на 90%, выясняется, что у нас есть инструмент, когда мы можем доставать подлинную историю. 10% праязыка, слой вот этот, жреческий праязыка, который у нас сохранился. Это около 50 тысяч слов, это огромный пласт языковой. И представьте себе, 50 тысяч терминов и понятий, каждый из которых открывает какой-то пласт знаний, пласт опыта с этим поколением предков для нас. Это колоссальный объем знаний, просто колоссальный. Вообще у нас, школьников, им дают 90 тысяч слов. Они должны знать очень большое количество слов, но они их якобы знают, они их звуки заучили, а что они означают, непонятно. Абсолютно непонятно. И в этом смысле, если это даже будет несколько тысяч слов осмысленных, это даст гораздо больше знания, фундаментальные, базовые понимания, чем вот зазубривание непонятных слов. А структура мозга, это и совершенствует? Так дело в том, что основной ключ вы дали, потому что когда правильно будут даваться понятия вот этих основополагающих корневых образов, вот эти основополагающие корневые образы, они будут теми ключами, которые просто у детей будут открывать, вот ту генную память. Вот и все. Совершенно верно. Открытие генной памяти. Они будут открывать генную память. Это вот доступ от опыта сотни поколений. И что они будут по-разному действовать на разных детей. Я прошу прощения, если можно, я продолжу немножко, раз у нас возможность такая есть. Обыскивать, что вы говорите. Только обыскивайте все. То, что вы говорите. Сейчас мы подошли всю систему образования, перевести из развития памяти. Далее повторил, пятерку было. На умение, умение мыслить, любую мечту воплощать. И истинно находиться. Но это в этом же время мы делаем такой качественный скачок. Вот все ваши руки. Совершенно верно. И вас надо это лежать, собственно, жреческие школы в основе нормального образования, которые передавали этот опыт. Нормально школа должна выполнять три функции. Значит, это исследование, это хранение знаний, полученных, это передача. Ну, собственно, это модель жреческих школ. Она в дальнейшем проникла в университеты. Нормальный университет, концептуальный. Соединяет третьих ролей. Это исследователя, хранителя знаний, библиотека обязательно должна быть в университете. И передача. И добавить, и находить истину. Потому что вот это и есть. И, собственно говоря, обучение, это обучение кодом доступа к опыту сотен поколений предков. Иначе мы, Иван и Непомничьи родства, и мы не можем сами добывать знания. Не можем сами получать те знания, которые добыли за несколько тысячелетий, которые добыли миллионы исследователей наших предков. Масштабы вот этого явления, да, вот, нематериальной культуры, вот этих нематериальных активов, можно оценить. Я прикидывал, чтобы создать 50 тысяч терминов и понятий, нужно много сотен научных школ, которые бы складывались веками, в которых бы сотни исследователей, ученых работали. И чтобы они, в каждой из этих научных школ пришли к единой системе терминов, общепременно, да, это колоссальная работа. Я начал оценивать ее разными способами, у меня получились оценки примерно в сотни триллионов долларов. В сотни триллионов долларов. Волшебные ключи, которые открывают вам доступ к нематериальному активу стоимостью в сотни триллионов долларов. Представьте себе, да, масштаб. Значит, один из проектов, да, это просто чтение священных книг. Значит, представьте себе, что мы прочтем подлинный, смысл, допустим, там, Большой Эдды, Малый Эдды, да, Вера Вульфа, Саги Ани Белунгах. Почему это не делается? Потому что Саги Ани Белунгах как бы приватизированы германской нацией. Хотя там чисто славянская тема, по сути, да. Для Вульфа это как бы британская тема, да, вот, так сказать, основа британская культура. Ну, это же разделение. Для чего сделали разделение? Это, собственно, надо разделение. Каждый держит свой ключ. А когда их все соединить... Другие Саги, их называют ирландские, хотя там чисто славянские вещи, да. А в скандинавы, вот, их взяли себе, малую Эдду присвоили, да, вот и так далее. А когда мы... Махабхарата, это, так сказать, культура индийская, да. А Веста, там, в зарастрийцах, это иранская. И когда мы начинаем это все читать, даже просто, грубо говоря, 6-8 часов мы сели, там, 5-7 человек, исследователей, и поработали вместе, распаковали, так сказать, сотню слов Махабхарата. В следующую субботу села группа, распаковали сотню слов, там, старший Эдды, да, и так далее. Представьте себе, что у нас через 3 месяца вот такой, там, работы, несколько часов в неделю, да, совместная работа такой лаборатории выйдет. У нас выйдет совершенно фундаментальная, революционная вещь, потому что мы свяжем разные осколки единой культуры, которые по периферии всей этой Евразии разбросаны, да, мы видим, что это единая целостная система. То есть мы можем собрать совершенно фантастические вещи. Это не так много времени заметно. Ну все, в руках инструмент есть, пожалуйста, садитесь, я его показываю, берем и просто распаковываем. И дальше уточняем, перепроверяем это все. Когда мы начинаем это сравнивать, ну, пожалуйста, так сказать, безумно. Международный язык, корни, 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 да, да, прокурни-то все. Молодец, и корни у всех. Это у всех общей корни, да, что уже есть вот этот алфавит, азбуц, и народный язык, эсперанто, да, революционный язык, это все ерунда. Была попытка международный язык латыни, так латыни, но на самом деле, латания, лады, тайны наши, исходный язык был, лады, тайны наши, ведомые, ведомые, да, латань он был. То есть, ну, я бы называю проиндоевропейский или просто славянский, да, можно как угодно назвать, но, собственно, в латыни, даже в современную, ну, вот она мертвый язык уже, да, когда мы начинаем смотреть, она до 16 века там активно использует, это и есть старославянский, только с искажениями, которые туда внесли британские ученые, да, которые там русско-латинские словарии изготовлены на средства Великобритании. Вы понимали, там со смехом обнаруживались куча английских слов 18 века, которое не могло быть в латыни 15 века. То есть, его сознательно исказили, чтобы спрятать ту вещь, что у него международным языком науки всей средневековой был старославянский язык. Мы специально это спрятали. Столько веков над этим работали, чтобы, как говорится, буквится, основанно не только на образах, но и на основанных энергиях трех миров или измерений трех миров. Об этом тоже как-то нужно и вставлять. Да, конечно. Еще вот я предлагаю конкретный проект. Пожалуйста, 3-4 человека соберется, я готов каждую субботу участвовать в работе такой лаборатории. Просто я могу это делать, но я могу добывать такое количество знаний, которое мне, что называется, на поверхность не вынести. Кто-то должен это под видеокамеру фиксировать или участвовать в том, чтобы печатать этот текст, осваивать эту методику, потом самостоятельно какую-то там голову раскидали, кто-то первую голову читает, первую мандалу реквезит, кто-то вторую, кто-то третью, а потом мы смотрим, уточняем, обсуждаем, и в процессе этого обсуждения у нас перед нами открывается гигантская картина. Я приведу еще один пример. Я прошу прощения, если беседы не могут, просто саденья не помочь, не мешает ничего. Нет, пожалуйста, я могу просто отключить, отойти, чтобы еще чай будет. Приведу один пример, как это можно использовать для восстановления родословных. Вот вполне себе практически меньше. Сейчас народ увлекается родословными, я тоже, так сказать, увлекся, стал раскапывать родословные свои. Где-то раскопал я до десятого колена родословного по деду маминому, а недавно я начал копать родословную у бабушки, маминной бабушки. Там фамилия Бетина. Что я накопал? Обнаружил, что был такой князь Бетин в городе, под городом Касимов. Выяснилось, что целый пласт оказывался, потому что Касимовское царство это мусульманский осколок внутри московской Руси. Выяснилось, что по сути в результате вот такого исследования я обнаружил огромное влияние ветви чингизидов на московское царство. И вот влияние вот этой ордынской культуры до 17 века очень хорошо прослеживается. И второй момент этот князь Бетин, который получил деревеньку, касимовские татары, они, ну, татары, то есть мусульмане, да, перешли в православие, понятно, они поддержали сначала Ивана Грозного, потом Годунова, потом первого Романова, Михаила Федоровича, потому что у его матери в Касимово была Слобода Слави. Значит, и в итоге подарили им какие-то земли. Ну, вот там возникло подарен князь Бетину Сибирь, это все, это внук Кучума, царя сибирского, значит, вот это сибирский, 11 сибирских князей, которых пленили и потом перевезли в Касимово, и там селились те, кто присягнули как бы московскому царю. Вот, имя у него, да, там возникло поселение, деревенька, Бетина. Вот от этой деревеньки Бетина за 300 лет они вот все эти родичи, они вот по небе, по пакету до верха расселялись, типичное расселение вверх, к верху, к верху, к берегу. Через 300 лет они оказались в Кашине, где вот мои деды и прадеды, вот седут оттуда там Бетин. Вот, а там оказалось очень интересно, там имя этого князя было Маян. Имя очень редкое. И вот редкое имя позволяет копнуть еще глубже. откуда эти сибирские князья, значит, скучу, скучу, могу, оба главе, о чем сам за 20 лет до того, как его рима откунул, да, он сам забывал эту всю территорию, он пришел с юга это ордынские осколки и там были в войске нагайцы, с нагайской орды, самое угорские, угоры, да, уйгоры, 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 это северная Китай, северный Казахстан, значит, и кто, и бухарские, родичнево был и мир бухарский, там часть бухарского, все, люди, контролировавшие когда-то территорию, разные осколки великого китайского пути, шелкового пути, вот, оттуда богатство, и вот он за 20 лет до Ермака вот он захватил столицу Сибири, то есть там чередовались славяне и чередовались вот эти вот южные, все тоже медические племена, но вот южных ветвей. Там чуть уменье, там как называется, не дает что этому городу 7000 лет. Я просто пример хочу поговорить, он очень интересный оказался. Я предположил, что это имя Майян, соответственно, откуда, Ногайские какие-то, тема, либо это уйгуры, либо это что-то туркестанское, бухарское, да, значит, стал смотреть, где это имя сохранилось, болгарское имя, Майян, значит, понятно, откуда, болгария пришли, с Булгарии, с Волги, на Волге, Ногайцы, то есть это, собственно, Ногайский, Ногайский след. Значит, второе, Буйгурский Майян, и тоже абсолютно понятно, откуда, был такой великий Каган, Каган, второй Каган уйгурского царства, огромного, 8-9 века, значит, который круто проставился, он был таким, своего рода, Чингисханом, который огромную территорию, условно говоря, западная часть, это Алтай-Туа, нынешняя, вот, на севере это Улан-Удэ, то есть это к Байкалу подошел, Иртыш тоже, где сибирский хан, там потом в Сибирске это все было царство, хранство, да, вот, а на юге как бы помогал он северному Китаю, Китаю, империи, там, по-моему, да, и за помощь в подавлении мятежников император отдал ему свою сестру, в общем, такой, там, оказалось, сохранилась табличка об этом столице, раскопали столице этого игрушского Каганата, ханство недалеко от Улан-Ватор, в Улан-Гуде, огромная столица, стены были, 1959 год, по раскупке, стены были, 12, башни, 14 метров, все представляли, население города, 100 тысяч человек, средневековое, огромный храмовый комплекс, колоссальный, и там подробное описание, вот, история вот этого уйгурского Каганата, в частности, жизни и биографии вот этого, так сказать, маяна, то есть, представьте себе, ну да, удача, удача, редкая удача, редкое имя, то есть, мы прослеживаем, на 56 поколений можно проследить родословно, то есть, вот этот сибирский князь, внук которого, значит, Маян оказался в Касимове, значит, внук этот, условно говоря, это 16 поколение, 16 колено, отсюда, если брать, значит, его дед в Сибири, значит, это 18 колено, а он вел свою родословность с 9 века, от уйгуров через нагайцев, значит, значит, известный предок, вот, в честь этих предков, но он назовет, получается, до 60 поколений мы можем реконструировать, представляете, а, и, соответственно, мы можем, так сказать, с целой еще и народа, да, 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 я в жизни не мог представить, что есть возможность докопаться до 60 поколения своих предок, представляете, но это редкая ситуация, обычно такого не бывает, но в принципе, но в принципе, да, кстати, моя, моя, на китайском, там, нельзя, на югурский, окану, ногу, там же уйгур, он остался на китайском, моя, иероглиф, это, не мы, значит, читаем, в полусе, по-русски, молчу, но я, не, молчу, я не мой, то есть изначальный смысл имени мы тоже восстанавливаем, вот, откуда оно пошло, то есть, ну вот, маленькая такая реконструкция, я просто пример, пример привел, пожалуйста, можно использовать эти методы, ну, в частности, вы вполне прикладные вещи, восстанавливает, там, родословные люди, кому-то интересно, генеалогии писать, это вообще очень здорово, это же ведь, вы видите, представляете, на своем воображении, воображении, вливание, сколько это, и это, какая утверждение, с времен, связь времен, понимание, что ты, гордость, да, что тебя не в капусте нашли, что за тобой стоит, там, в суде поколения, большейшая вещь, которая, потому что, то, что вот мы допустим, свое время, по генетике, тогда, но это элементарные вещи, и знаете, что я понял, и знаете, что я понял, знатными людьми, были не те, кто были там богатые, и так далее, а кто знаниями обладал, кто свою родословную помню, кто гордился своими предками, понимаете, на самом деле, если ты, как бы, действительно, раскапываешь это, если это в твоем роду, хранится, передается, накапливается биография этих предков, то ты становишься знатным человеком, а знаете почему? Потому что самосознание человека, знатный знать, даже самосознание человека, который знает, что за ним стоит, стоят, так сказать, 10-20-30 поколений его предков, ему рассказывают не просто сказки, а какие следы археологические сохранились, да, это совершенно другое писание тебя в социальную структуру, в среду, в мир, в историю, тогда история становится, история абстрактная, становится история твоего рода, история твоего народа, понимаете, это совершенно другое мироощущение, и такие люди ведут себя по-другому, почему? Потому что они реализуют не только текущие жизненные задачи, но они живут так, чтобы им гордились их предки, их потомки, чтобы они могли оставить след, так же, как оставили след на земле, их великие предки, это другое поведение, это другой масштаб личности, это другой масштаб целей, другое мышление, то есть это мощнейший инструмент трансформации личности, оказывается, да, вот о чем я хотел, почему изначально, я хотел и рассказывать, да, да, значит, есть такой закон, ну, скажем так, феншу или не феншу, кто держится за старые вещи, у того никогда не будет будущего, он будет стоять на месте, крутить взрыв детства, мы не выбраться из этого хаоса, а здесь не сразу переклеет такой закон, как бы, я хороший такой, я держусь за авторитет своего предка, а о будущем, кто будет думать, чтобы продвигаться вперед, а не крутиться в этом вот, я вот такой знаменитый, мне хорошо, вы знаете, можно же, слышите меня, извините, но дом без фундамента не может быть, вот кошель, это на вас вот лежит 10 копеек, или больше лежит, и вот чем больше здесь лежит, тем лучше, чтобы смотреть, ну, как всегда, вы говорите о гипертрофии, это чего-то одного, а устремленность в будущее, это другая сторона медали, мы говорим об инновационных вещах, мы говорим о развитии творческого воображения, развитии мышления, я вот вам отвечаю, движение у нас, почему нет, вот я уже сейчас отвечаю, вот исходя из того, что сказали, для того, чтобы двигаться, нужно что? энергия, а что дает энергию? рот, поэтому, когда мы будем знать свой рот, вот какой у тебя рот, такой энергией, как раз человек и обладает, и он эту энергию, как раз направляет куда? на движение вперед, извините, пожалуйста, мы получаем энергию из космоса, а космос имеет тенденцию расширяться, значит, усовершенствоваться, продвигаться вперед, а не держаться за прошлое, значит, я вот и... извините, я дополню свое рот, пожалуйста, вот китайцы, почему они быстро разбогатели, и, как говорится, прославились, и продвинулись вперед, потому что они, вот, живут по закону феншуй, давайте попробуем сделать так, в нашей стране, и тогда, и сингапурцы, они, знаете, они фанаты феншуй, и они какие богатые, и у них все окей, ну, это я так просто говорю, я прошу прощения, а у нас, давайте попробуем внедрить феншуй, гармонию, да, замечательно, только почему вы используете китайское слово, если я вам могу очень легко показать, что это китайская культура, это славянская культура, это китайская культура, это китайская культура, и все такое, давайте все-таки брать пример с тех, кто, как говорится, чего достиг, и благодаря чему богу. Почему вы используете понятие феншуй, если это славянская практика? будет уже лучше, а потом сжал человеку будет отрастать. Если вы выбрасываете знания цивилизации, на чем он будет? Я не выбрасываю. А вы их не знаете. Да вы не будем, мы заклинки. А вы их не знаете. Он заклинется. Вы не знаете понятия, вы не знаете, что означают слова. Вперед из песни. Чтобы двигаться вперед, нужно от чего-то оттолкнуть. Да мы уже оттолкнулись давно. Мы уже родились. А что касается того, что вы говорили, вот космос и Земля, вот это нужно иметь понятие и соединить. Потому что есть у нас земной род и есть звездный род. Так вот прежде нужно познать земной род для того, чтобы врата открыл звездный род. А время-то будет для будущего. Будет. Будем пока познаваться. Мы при этом двигаемся. Разрешите, по поводу фэн-шуя я хотел бы сказать. Дело в том, что я в свое время начал изучать якобы греческую архитектуру и увидел там совершенно фантастические вещи, когда описываются классические понятия, вести, вести было, вести было, арии, что там, алва, балконы, то есть там треклинии, вот все эти понятия, описанные классической архитектуры, базилика так называемая, значит, это все читается на старославянских, и там действительно глубочайший фэн-шуй. Но это все, славянская вещь, там суть фэн-шуя абсолютно. То есть это было тысячи лет, там две тысячи лет, и корни все эти славянские, вот так называемые фэн-шуи. Там суть в чем, разрешите, я поясню. Значит, там суть в чем, значит, там каждая часть вот этого архитектурного сооружения, значит, она предназначена для определенного, так сказать, определенных видов деятельности. И утром они выходили, там омывение ног, значит, выходили на солнце одно. Там днем они находились в помещении, которое просвечивалось солнечными лучами, да, значит, помещение, вот это здание было ориентировано определенным образом по солнцу, да, значит, можно я вас принять? Вечером на заднем дворе идти, ну, более полуизной для жизни. Жизнь была по солнцу, и вполне себе архитектурника помещения действительно способствовала. Да, может быть, за чайку попьем. Вообще говоря, о чем вы говорите? Во-первых, ничего последующего, без предыдущего нет, на сиологии. Не бывает у нас. Да, вы же перешагали. Подождите, дайте сказать. Это первое. О чем вы спорите? Непонятно. Есть у начала предыдущий, потом последующий. Подождите, пожалуйста. Пусть то порожнее, извините, переливание. И второе. Куда вы денете древнее изречение? Умножающее знание умножает сквозь. Нет знаний без практики. Нет. Поэтому умножайте вы знания кучу. Это сложнейшая проблема. А вы спорите, нужно предыдущее, что последующее. Умножать знания или что? Я это и хочу сказать. Вы понимаете, что... Вы не в большейшем проблеме... Можно сказать. Но Венера затронула очень тонкий вопрос, но не смогла сформулировать. Всего лишь сказать. Не смогла сформулировать. Вот это вот постепенное загнивание любой родовой... Как это назвать? Зазнайство приводит к постоянной смене этих самых... социальных приоритетов. Понимаете? Именно из-за этого происходит, из-за ошибок, которые происходят в течение времени. Вот то, что вы сейчас говорите. Семья Великова и Шамбала привезла письмо и говорит, спасение России и всей планеты является созданием мысль, образ, идеалов. Мысль, логика, слово, воплощение с учетом законов, по которым сейчас живет, и модель, по которой можно принимать решения, выиграть и утверждать. И всего лишь три образа они сразу приходят к единой истине. Кто сформулировал эту модель, про которую сейчас нам говорится? Семья Великова. Семья Великова. Семья Великова. И три образа. Давнишь нам много, потому что они изучали, я давайте использовали себя. Ирина хотела срок. Я хочу сказать, я родилась в Тюмени, там, где Хан Кучун был. У меня тоже есть там общие предки, да, с Кучуном. И одна ветвь из потомка ферра Ермака. Так вот, в Тюмени, да, вот это город, Кучун откуда, да, там есть стелла. Потому что город основан в 7093 году по старому стилю и по новому в 1586 год. То есть по новому стилю якобы 400 лет городу, но на самом деле 7000 лет. То есть, ну, то есть мы как бы живем в совсем другом веке. Потом, это одна реплика, вторая реплика. Я, извините, знакома с одним потомком императоров, китайских императоров. Да? Это не то, что это слова, это не легенды, это финансовые документы. Это трасты, документы, вот там порты предвижают, все остальное, да. Это подлинные документы, которые хранятся, определенные там, как бы, ну, это уже до другая тема. Он родился, кстати, в Китае, на Алтае. Ну, он абсолютно, абсолютно европейский. То есть там нет никаких этих вот, в другой раз и не прослеживших. Абсолютно славян, славянины, и абсолютно все 100%. Он сказал, изолы, джуржени какие-нибудь. Нет, джуржени, это как раз чужие... Он старовер, нет, нет, нет. Ну, это самое чужие. Чужие жены. Нет, и для этого очень большая. Это как раз-таки мазниледичная. На нем записана куча всяких денег, как типов, потомок, там и всего остального. С юго-восточной китайской и следы другой цивилизации есть, безусловно. Юго-восточная Китай не славянский, не ведительский. Нет, нет, он прямой потомок какого-то там китайского этого рода. Хорошо, коллеги, чайник скипел. Скипел, попьем чайник. А где пирог? Нет, варенье и пирог. Сегодня не принесла. Кто хочет зарегистрироваться, еще может зарегистрироваться. Там написано, что это не пирог. Горосы пишут Сиделанка. а в Керском диске тогда Горосы все-таки они как-то почему так себя называть, если целый пусть другие позвонили. интересно. Это Горосы она путь с я понимаю, это запад запад меж но это единственное я принимаю и принимаю после этого и на самом деле горца и горца есть горца есть парень и я не которые много из древля много названий британ связанного из местами с территории болгарин болгарин тирконом и привязывали название мест есть там Я думаю, что есть ареяла, где мы имели в Санне. Мы не можем сажать, я буду с вами. Я буду с вами. Сейчас дай мне. Были там 5000 поздоровья. Давайте вас подобрали. Надо отдавать, девушки. Ну что, имеете, надо уставать. Я всем отдаю. Я как бы не... Вот, вот вместе.